Мир вам! Во славу Господа желаю поделиться свидетельством. По некоторым диагнозам нам доктор предложил уничтожить плод ребеночка, когда уже было 23 недели. Доктор сказал, что по всему видимому пища не поступала через плаценту ребенка, и она не набирала вес. Мой муж сказал, что мы отказываемся что-то предпринимать по этому поводу. А я подумала, подожду еще месяц и посмотрим. После этих слов доктора мы, конечно, стали переживать и молиться. На следующее воскресенье в самом начале служения первый брат, это был руководитель молодежи, поделился свидетельством одной сестры, которую он встретил в самолете, о том, как Бог спас ее дочь от тяжелой болезни и исцелил ее. Услышал это, Бог коснулся моего сердца, я начала сильно плакать во время этой проповеди. Бог говорил к моему сердцу, твоя дочь тоже может быть здорова. И вера, живая, настоящая, наполняла мои мысли, мою внутренность. Я начала исповедовать, да, моя дочь будет жить, да, Бог имеет план для нее. Во имя Иисуса мой ребенок будет жить. И так я продолжала верить. В течение двух недель по обстоятельствам я попала в больницу, и доктор сказал, что уже прошло 24 недели, мне уже было 25 тогда недель. Это значит, что мы можем принимать роды. Я верю, что это сделал Бог. Если это было бы меньший срок, то я бы потеряла это дитя. Но Бог наш, Он чудный, Он все видит и знает наперед. Он сделал так, что ребенок родился прежде срока нашего. Но это была воля Божья в том, чтобы наша дочь была полностью здорова. Слава Богу. И еще я вам очень благодарна за ваши искренние молитвы. Ваши молитвы поддерживали меня и укреплялась вера моя каждый день. В течение четырех месяцев, когда наша Лилия была в Нэкию. Ее выписали без кислорода, без никаких препаратов, потому что наш Бог всемогущий. В Его руках есть жизнь и смерть человека. Я вам еще раз всем очень благодарна за поддержку, за молитвы. Вы мне намного ближе стали и родней, потому что Божья любовь, она соединяет нас. Если у кого-то из нас есть переживания, трудности за детей, за себя, за близких, верьте до конца, и вы получите просимое. Бог любит всех одинаково. И через кровь Христа мы имеем силу, дерзновение и исцеление. Молитва пастора и церкви стоит многого. Я призываю кровь Христа и Божье благословение на каждого из вас и на вашей семьи. Аминь.